Добрый день подписчики и не случайные гости моего канала. Сегодня в нашем видео речь пойдет о поении кроликов зимой. Для тех кто впервые на моем канале рассказываю что я держу кролика в кролике. И прихожу к ним в гости раз в неделю. Поэтому для того чтобы кролики у меня ни в чем не нуждались я использую снег и воду. Снег я даю таких бутылок 5 литровых. Видите она у меня вырезана верхушечка маленькое отверстие через которое они у меня потребляют снег. Сейчас поближе покажу. Вот видно да? Вот таким образом. Вот сзади у нас видите вот так я сделал такую дощечку прибил для того чтобы они не переворачивали. То есть она у нас вот так если начинает выгребать и пытается перевернуть ее. Вот до дощечки задние не дает это сделать. Вот и крепится она вот получается вот здесь сюда накручивается пробочка. Вот здесь я накрутил. Вот смотрите вот хоп бутылочка ездит все нормально. Я откручиваю и открываю дверку. Все она у меня стоит. Вот таким образом получается. Вот со снегом я думаю понятно да? 5 литровая баклажка прикрученная. Все да. Со льдом лед вот так у меня выглядит. Видите висят как назвать их? Ну льдинки да висят на клетке, на сетке, на дверке. Вот они кушают его. Кто больше ест лед, кто снег, но это уже их дело. То есть я им какой-никакой выбор предоставляю. Вот и они у меня его соответственно кушают и лежат. Так тот лед, который у меня готов, но еще не нужен. У меня вот таким образом хранится. Вот висит видите на старом багажнике. Вот как у меня крепится он. Вот хотел здесь обратить внимание. Так где? Вот здесь. Здесь у меня вот видите такие проволочки. Вот но они у меня вот с петелькой. Изначально я делал вот таким образом. Просто крючочки вешаются. Но у меня кролики могут его приподнять. Вот так приподнимают и скидывают. Вот тогда сделал я вот такие петельки. Вот видно да? Ну сейчас я покажу как я его изготавливаю. Смотрите вот. Итак вот стоят ведерки первые два ряда. Они у меня уже стоят неделю. Но так как у меня гараж, да то есть не на улице, лед он не успевает за неделю замерзнуть. Потому что сейчас у нас температура минус небольшой. Вот в гараже вообще где-то минус два сейчас находится. Ну вот смотрите для примера покажу. Вот достаю лед. Видите там сколько осталось воды. И вот он такой у меня вот дырявый. Только по краям замерзло. То есть не замерзает. Вот еще то же самое. Вот видите. Вот а на выходе у нас получается вот такой лед. Вот этот лед с добавлением соли. Вот канал хороший парень. ЛКХ шиза. Так советует добавлять лед. Вот я ложечку на литр соли добавлял. И вот такой получается консистенция. Но видите не прозрачный. Вот а вот этот лед. Он вот можно сказать прозрачный. Видите. Это чистая вода без без соли. Ну кстати кому будет интересно канал хороший парень. Кстати привет передаю. Вот тоже держит кроликов. Приезжает к ним тоже раз в неделю в гости на даче они живут. Вот и тоже прекрасно себя чувствуют кролики. То есть не обязательно к ним ходить каждый день. Кому интересно переходите. Я думаю в комментариях вы без проблем его найдете моих. Вот так дальше. Значит вот проволочка. Хотел сказать о проволоке. Сначала то есть я делал вот такую вот проволочку. Просто вот такой крючочек. Но еще раз повторюсь кролики скидывали у меня. На первую же неделю пришел половин был скинутый ледышек. И я сделал вот такую вот петельку. Вот такую вот. То есть я одеваю ее и она все. Они начинают вверх поднимать лед. А он упирается в петлю. То есть ну ни туда ни сюда. То есть его надо повернуть для того чтобы скинуть. И это у них не получается. Уже как бы две недели опробую. Вот поэтому все вроде хорошо. Поэтому я решил поделиться тем чего я достиг. Вот такая проволочка. Длиной она у меня где-то 25 сантиметров. Вот и вот так загибаю ее. Видите она вставляется в ведерко. Ну понятно да то есть ничего тут хитрого нет. Вот но для тех у кого тоже будет пользоваться советую такую петельку сделать. Тогда уже точно кролики ваши не будут его скидывать. Соответственно не будут по нему топтаться. Он будет всегда чистый и свежий. На него будут с удовольствием лизать. Вот так я организовал паение кроликов в своем гараже. Вот но для тех кто на улице держит или когда у тебя будут большие морозы я тоже наверно буду добавлять соль. Вот хуже кроликам от этого не будет. Вот ну а пока вот на улице минус 5 я сейчас делаю без соли все. И так у меня вот уже больше недели стоит да вода не замерзает. Долго замерзает. Ну хорошо что есть запас. В морозы наморозил. Вот пока им хватает. Ну вот в принципе все что хотел сказать о паении кроликов зимой. Кто навещает своих кроликов чаще тем конечно может быть нет смысла делать и лед и снег. Достаточно может быть остановиться на одном из вариантов. Но я говорю у меня чаще чем раз в неделю не получается к ним приходить. Зато я спокойно. У них и лед и вода и снег. То есть я знаю что они все равно жажду смогут удалить свою в любом случае. Поэтому я за них не переживаю. Вот все нормально. Всем кому понравилось мое видео ставьте лайки. Кому было интересно подписывайтесь на мой канал. Появились вопросы пишите комментарии с удовольствием отвечу. На этом все. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч на моем канале.